Радио 54 Играя сезон до Кевина, ты уже примерно понимаешь, какие миниатюры, какие шутки ты привезешь на фестиваль. То есть ты уже собираешь мысленное приветствие, которое будет показано в Сочи. Ну и рационально можешь оценить, что ты можешь представить сочинскому требовательному залу, который сидит и ждет. Так, давайте, что вы приготовили за год. Такое вот ощущение, да, там, что они все сидят и такие, сейчас мы будем вас отценивать. Шутки сочиняете вместе? Да. С кем? Ну, вы собираетесь, собираетесь вместе, компанией или вы скажете там? Ну, вместе, в основном вместе. Какие-то идеи бывают у кого-то, мы приносим, зачитываем, что-то добиваем, что-то не добиваем. Ну, часто такое бывает, что что-то сочинили, да, придумали, а на следующий день прочитали. Да, да. Это часто происходит. Это наше любимое. Происходит уже, особенно, когда под конец дня, когда ты уже уставший, ты все равно не сдаешься. Да, ты уже не сдаешься и думаешь, нет, время еще есть, нужно, нужно, подписать, нельзя отдыхать. И пишешь, и очень сильно все смешно, все просто это слез. Ну, в конце дня уже палец смешной, я вас понимаю прекрасно. А вот телевизионные игры, они намного отличаются от предфестивальных, от сибирской лиги, от северной? Да, 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 отличаются, например, подготовкой. Не прям очень сильно, но конкретно работа режиссера, работа с камерами, конкретно, например, бывают в телевизионных лигах, там, стедикам, когда ты выступаешь, и мимо тебя проезжает камера, и тебе нужно проводить ее взглядом. То есть, ну, наверное, в какой-то степени технические вещи. Да, технические какие-то моменты, и в то же время очень важно то, как ты выглядишь на сцене, ну, безусловно, всегда важно, как ты выглядишь на сцене, но... Ну, когда по телеку, то есть важнее. Ну, да, то есть крупные планы и так далее, никаких бликов на лице. У вас есть гримеры, или вы все сами-сами? Мы сами, мы очень любим друг друга красить и делать друг другу прически, потому что нам только... Я не знаю, совпадение это или нет, но хотелось бы, конечно, верить, что... После вашей команды появились женские команды. И в этом году было порядка, ну, наверное, каждая третья. И вот я клянусь, когда мы впервые были на фестивале три года назад, женских команд было раз-два и обчелся. И это было что-то новое, и выходила женская, все говорили, ничего себе, девчонки одни, а в этом году все писали. И снова женская команда, снова здравствуйте. Нет, это, конечно... Только из Новосибирского приехало фактически три женские команды, потому что из 11FM они сначала были женской командой, а потом немножко пересобрались, сейчас за них играют парни. И еще что-то... Нет, мы рады, что мы можем вдохновлять. Ну, я сомневаюсь, что это мы вдохновили людей, чтобы были женские команды, но это безусловно. Ну, какая тенденция пошла на женские команды. Ну, теперь у вас тоже парень играет, вы сказали. Ну, да, но бывает... Очень важна концепция, конечно, когда, то есть, если, например, выходит парень, это тоже должно быть не просто так. Потому что, ну, то есть, у нас почему парень появился в команде? Мы пришли к какому-то определенному концепту, и это человек, который выходит на сцену и рушит то, что мы строим по задумке, по драматургии. То есть, кульминация происходит именно тогда, когда он выходит, и у нас с ним начинается какой-то конфликт. Да, и это очень важно. То есть, как раз таки, вот о чем говорили... Ради парня просто. Да, то есть, о чем говорила Таня, что какие-то команды приезжают одинаковые, но цель-то у каждой команды приехать, отличиться, выделиться. И запомниться. Да, и запомниться. Вот, поэтому я считаю, что каждая команда должна ехать именно с такой целью, чтобы привести что-то новое и удивить. Когда мы пришли на редактуру к Леониду Куприда, и пока мы показывали приветствие, у меня лопнули штаны по шву. Возможно, вы догадываетесь, в каком месте, да? Мне пока показывали в самом начале. Прямо по шву на поле. То есть, это было очень неожиданно, и... И Катя просто говорила, помоги, девочки, помоги. Я продолжала, да, показывать шутку, и в то же время с паникой в глазах смотрела на девочек. А мы ничего не можем понять, потому что Катя смеется и кричит, помогите, и все. А что произошло? Типа ей так смешно, она уже показывала это 30 раз. Ей что, стало очень смешно на 31 раз? Да, и в этот момент почему-то именно на редактуру мы показывали прямо в коридоре, и очень много команд сбежалось, начали смотреть, и началась паника. Я думаю, почему сейчас, почему? И слава богу, это произошло не на сцене. Перебери штаны, прежде чем ехать на фестиваль. Это форма, которая вам очень понравилась. Катя на форму лопнула, между прочим. Прямо форма новая. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.